Всем привет! Сегодня будем готовить вкусный, сытный, полезный завтрак либо перекус. Это будет завтрак с блинами. Сделаем сытную и сладкую версию. И самое главное, это пп-рецепт, который можно есть, если вы хотите похудеть. Друзья, в описании к этому видео я отдаю граммовки на 10 блинов примерно по 40 граммов весом каждый. Поэтому сейчас не смотрите, сколько продуктов я добавляю, потому что я делаю сейчас больше, чем на 10 блинов. Но в описании на 10 вы, соответственно, уменьшаете или увеличиваете пропорцию в зависимости от того, сколько блинов хотите получить. Что касается вообще блинов, можно ли их есть, если вы худеете и так далее. Все зависит от процесса приготовления. В современном мире все процессы ускоряются, поэтому мы используем дрожжи, мы используем белую муку. И, в общем-то, это все быстро, это все очень вкусно, но не очень полезно. Если мы хотим двигаться в сторону полезного, сбалансированного питания, нам нужно в первую очередь корректировать продукты и корректировать процессы приготовления еды. Много говорю, друзья, сложный рецепт. На самом деле я его отработала, мне кажется, до идеала довела. Но здесь придется вам немножко меня послушать. Мы будем готовить блины на цельнозерновой пшеничной муке на закваске. Чем отличается цельнозерновая пшеничная мука от обычной? Тем, что смалывается полностью зерно, это достаточно грубый помол, там остаются отруби. То есть калорийность данной муки выше, ее полезность, ее состав гораздо выше, чем у белой муки. Поэтому, конечно, мы не будем использовать белую муку. Но готовить на цельнозерновой муке, и тем более блины, я понимаю, на ней можно печь хлеб, и там проще процесс. С блинами сложнее, потому что именно из-за того, что там все зерно входит, много отрубей, она не клейкая. Она достаточно такое, ну, тесто получается не тягучее, а достаточно рассыпчатое. Поэтому время это займет. Но именно благодаря тому, что мы тратим время, мы получаем гораздо более полезный продукт. Я не стала снимать, как я делаю опару, но я вам сейчас просто расскажу. Я использую закваску, видеозакваски, как ее приготовить, есть на канале. И действительно, если вы хотите готовить полезный хлеб, там, те же полезные блины, вам имеет смысл подготовить закваску. Я в видео про закваску давала пример на ржаной муке. Но я вам рекомендую, если вы планируете делать блины, вот вы делаете ржаную закваску, не надо отдельно выводить пшеничную закваску. Просто перекормите эту ржаную закваску на пшеничную. Просто ту же цельнозерновую муку берете и в тех пропорциях, как мы подкармливаем ржаную закваску, просто делаем отдельную себе баночку для блинов, например, на цельнозерновой. Итак, что я сделала? Те ингредиенты, которые я дала в описании, то есть часть закваски, воды и муки, накануне вечером я просто смешала и убрала в холодильник. Нам важно, чтобы пошли процессы ферментации, опять же, мы делаем на закваске, а это значит, это не только дрожжи, это молочно-кислые бактерии. Именно поэтому выпечка на закваске гораздо полезнее, она лучше усваивается и, в общем-то, лучше происходит процесс пищеварения. Но это процесс долгий, ферментация не происходит моментально, как в покупных дрожжах, то есть у вас нет вот этого взрыва, быстрого поднятия теста. Поэтому единственный шанс с блинами делать следующим образом, вечером сделать опару, вот то, что я сейчас вам показываю, на ночь убрать в холодильник, то есть пусть она там 10-12 часов спокойно стоит, утром вы встаете и начинаете готовить на ней блины, тогда все будет отлично. Давайте посмотрим на опару, она действительно за ночь хорошо поднялась, и здесь это сейчас видно, мы покажем поближе. Очень много пузыриков газа, вот вы видите, да, что она вся пористая, то есть действительно тесто подошло. Я сейчас перемешаю, то есть она вот внутри такая тоже достаточно пористая, но опять же помним, это цельнозерновая мука, то есть здесь не нужно ожидать прям такой пористости, как от белой муки, ну в этом как бы и суть. Да, то есть перед тем, как мы будем продолжать приготовление, вот эту нашу опару нужно перемешать. И она, кстати, стала достаточно тягучей, но опять же, так как мука цельнозерновая, она все равно не будет прям очень сильно тягучей. Итак, все, это наша первая часть, опара, которая стояла у меня 12 часов в холодильнике. Дальше беру молоко, пропорции не называю, пропорции вы смотрите в описании. Также отправляю сюда яйца. Далее добавляю сахар. Напоминаю, что вы ориентируетесь на пропорции, которые даны в описании. И добавляю соль. Если вы не будете делать это на ночь, то есть, например, вы там планируете днем печь эти блины, то необязательно опару убирать в холодильник. Можно при комнатной температуре, если дома тепло, оставить на 3 часа. Ну и посмотреть, она будет подниматься, она будет становиться пористая. Так, все, дальше смешиваем миксером. Молоко и яйца комнатной температуры. И опара, если она была у вас в холодильнике, то также достаньте ее, ну, там желательно хотя бы за полчасика до того, как будете готовить, чтобы она также нагрелась до комнатной температуры. То есть, например, если вы делали на ночь опару, утром встали, пока ходите, умываетесь, какие-то утренние дела делаете, пусть она немножко постоит. И нагреется до комнатной температуры. Очень зависит от муки, поэтому у меня сейчас опара, если честно, стала гуще, чем она была обычно. Обычно она гораздо жиже, но здесь вы не угадаете никогда. Производительной муки от помола все будет зависеть. Поэтому сейчас я все смешаю, посмотрю по консистенции. То есть, нам нужно блинное тесто. Блинное тесто должно быть достаточно жидким. И если что, просто добавлю немножко больше молока, чтобы довести уже тесто. Опять же, нам не нужно ничего взбивать, нам нужно просто смешать ингредиенты до однородности. Итак, я все смешала. Вот такое тесто получилось по консистенции. То есть, ну, обычное блинное тесто, достаточно жидкое. Теперь нужно оставить постоять, желательно на час при комнатной температуре. Мы сейчас займемся начинками, пока их подготовим, и как раз за это время дойдет тесто, и мы сможем приступать уже к жарке блинов. И теперь у нас начинается творческий, максимально творческий процесс. Начнем с подготовки яблок. Причем, друзья, понятно, что здесь вы можете экспериментировать, как вам хочется, и насколько у вас хватает времени. То есть, я сегодня делаю такой достаточно сложный по времени, по крайней мере, рецепт. Но вы идете, отталкиваетесь от принципа, что вам в этом блюде нужно определенное количество ягод, либо фруктов. Соответственно, это могут быть просто свежие фрукты. У вас должно быть на порцию 2 блина по 40 граммов, 100 граммов творога и 100 граммов фруктов, либо ягод. Я буду делать сейчас, во-первых, яблоки мы карамелизуем с корицей, добавим в творог для начинки. И я также сделаю соус из ягод, из клубники, как один вариант, например, для завтрака, а для порции с собой, которую мы берем на работу в ланчбоксе, я сделаю те же самые яблоки. Ягоды мы добавим просто свежие, то есть здесь это вариант просто на ваше усмотрение, на ваш вкус. Нам нужно маленькими кусочками, такими кубиками нарезать яблоки. У меня сейчас больше яблок, да, я режу 2. Вам для одной порции, вы, конечно, там по граммам взвесите, но одно небольшое яблоко подойдет вполне. Мы не будем в начинку никакой дополнительный сахар добавлять. То есть у нас вся сладость будет именно от яблок, поэтому кислую антоновку не берите. Итак, все, мы нарезали яблоки, и сейчас я отправляю их на сковородку. Я не буду добавлять масла. Яблоки дадут воду, они не должны сгореть. И также я сюда отправляю корицу. Что касается корицы, корицу добавляйте по своему вкусу. По моему вкусу это чайная ложка на порцию. И все, вот это мы перемешиваем. Ну, в общем, пробуйте, как яблоки станут сладкими, да, такими хорошо прогретыми. Достаточно, смотрите, чтобы не сгорело. Смотрите, по сочности ваших яблок можно чуть-чуть воды добавить, если вдруг увидите, что что-то подгорает. Все, выкладываю их в миску, где буду смешивать. Пока яблоки остывают, сразу пробьем клубнику. Сделаем соус. Ну, в общем-то, с соусом все просто, соус готов. Соответственно, если вы берете малину или что-то там, ежевику, что-то с косточками, нужно будет процедить. Пока у меня остывают яблоки, я нарежу рыбу. Рецепт засолки красной рыбы у нас есть на канале, ссылочка выше, можно посмотреть. Друзья, само собой, вы готовите что-то одно, вы выбираете либо сладкую, либо сытную версию. Я просто в одном видео хочу показать вам две опции. Ну, либо вы можете сделать себе один сладкий блин, другой сытный. Как вариант, если очень сильно хотите заморочиться. Так, нам нужно на порцию 40 граммов рыбы. Прошу прощения, на блин нам нужно 40 граммов рыбы. Соответственно, на порцию идет 80 граммов. На женскую порцию, на мужскую побольше. Все в описании есть. Заходите туда. И также нам нужны какие-то овощи. Я взяла рукколу и помидоры черри. То есть, на мой взгляд, как раз к сыру Филадельфия, красной рыбе. Руккола и черри подходят лучше всего. Но вы берете любые овощи, которые вам нравятся. Тем временем, как раз яблоки остыли. Я смешиваю творог. Взвесила яблоки. 150 граммов получилось. Это как раз на три порции. Вот таких я два небольших яблока брала. Когда вы будете пробовать яблоки, будете чувствовать, что немножко горчит корица. Но когда вы все это смешаете с творогом, вкус разойдется. И вот этой горчинки не будет. Но здесь, опять же, я люблю корицу. Но я вообще считаю, что пряность, она очень нас выручает в плане приготовления полезных блюд. Потому что чем больше каких-то специй, тем вкуснее. Потому что вкус это не только сахар. Вкус это запахи. Так, и сюда же я отправлю буквально капельку экстракта ванили. Просто буквально маленькую. Маленькую капельку. То есть, если его нет, не добавляйте. Только ради бога не добавляйте химический ванилин. То есть, если нет стручков ванили, либо экстракта ванили. Значит, просто пропустите этот пункт. И вот мы очень хорошенечко все перемешиваем с яблоками. Пробуем. Все, когда я перемешала с творогом, корица уже больше не горчит. То есть, все стало прям очень хорошо. Но, безусловно, это не супер сладко. Но это приятно. Эта начинка имеет приятный сладковатый вкус. Хорошо. Все. Мы подготовили все начинки. К этому времени подошло тесто. И сейчас будем жарить блины. Так, тесто у нас немножко постояло. Вот перед тем, как вы начинаете жарить, вы добавляете растительное масло. Обычное масло для жарки, рафинированное. Все это хорошенько перемешиваем. Это блины на цельнозерновой муке. То есть, сразу не нужно ожидать от них прям такой тонкости и легкости, как от обычных блинов, которые там мы делаем на белой муке. Это первый момент. Второй момент – это их пористость. Я сейчас прям при вас сразу сделаю первый блин вот из того теста, которое есть. И потом такой небольшой секретик про пористость на блинах мы с вами обсудим. Итак, начинаем жарить. Я масло буду добавлять только на первый блин. Дальше жарю на сухой сковородке. Эти блины, несмотря на то, что они на цельнозерновой муке, они хорошо переворачиваются. Они обычно не рвутся. Здесь не нужно обладать какими-то навыками. Я вот, если честно, вообще не специалист по блинам. Единственное, я вот стала отрабатывать этот рецепт. Мне было интересно, можно ли сделать на цельнозерновой муке, как будут блины на закваске, как оптимизировать процесс приготовления блинов на закваске. В общем-то, вот такой процесс. Что касается вот этой пористости дырочек на блинах, которые все любят, я думаю, сейчас вы видите на видео, они, в общем-то, есть. Мы не добавляли никакой разрыхлитель, мы вообще соду, ничего сюда не добавляли. Но вы на видео видите, что дырочки появляются. Но если нам хочется получить прям совсем ажурные блины, то сюда можно добавить щепоточку соды, и будет вообще идеальный внешний вид. Я сейчас этот блин первый сделаю так, и потом добавлю соду, и покажу вам, какая будет разница вот в визуальном, в визуальной составляющей. Переворачиваем. Так, ну что, первый блин готов. Вполне себе блин не комом, но такой плотненький, но это еще первый. Так, теперь давайте эксперимент с дырочками проведем. У меня закончилась сода, я добавлю разрыхлитель для теста, но буквально вот чуть-чуть. Но здесь можно добавить соду совершенно спокойно, ее не нужно гасить, вот этим заниматься ничем не нужно, просто добавьте щепотку соды. Все это размешайте хорошенько. Ну, и давайте сделаем следующий блин. Сода или разрыхлитель нам дает вот просто большее количество дырочек на блине. Блин становится более красивым. Ну, и самое главное, да, долгий вот этот процесс подготовки, но зато потом вот сама жарка таких блинов, она вообще никаких проблем не доставляет. То есть они уже у вас не будут пригорать, ничего с ними не будет происходить, не нужно никакими там навыками блинопека обладать, чтобы они получились. Главное обладать терпением, чтобы пройти процесс подготовки теста. Если честно, не нравится мне тема с разрыхлителем для теста. Вот сейчас на видео мы вам прикладываем, как это выглядело, когда я соду добавляла. И, конечно, они выглядели гораздо симпатичнее. Если хотите прям ажурные-ажурные блины, то сода. Чуть-чуть, пол чайной ложечки соды будет идеально. Ну и также зависит от муки. То есть, опять же, мы говорим про цельнозерновую муку, грубого помола достаточно, и она вся будет отличаться, поэтому на внешнем виде это может сказаться. В любом случае блины получатся, никаких с ними проблем не будет, но внешний вид чуть-чуть может у нас у всех с вами отличаться. Ну что, наши блины готовы, можем приступать к подаче. Первый блин у нас будет собираться в офис с нами на работу. С собой сделаю следующим образом. Начинка. И сюда же я добавлю соус. Но если есть какая-то у вас небольшая емкость, соус можете отдельно взять, чтобы просто у вас этот блин не размокал в течение дня. Складываем конвертик. Такой объемный конвертик. Убираем в контейнер. Закрываем. Все, перекус на работу у нас готов. Теперь готовим завтрак. Итак, наш сладкий вариант блинов готов. Сейчас я быстренько подготовлю вариант с лососем. Здесь у нас 20 граммов творожного сыра. Берите любой. Там можно альметту брать. Ну вот, любой, который вам нравится. А у меня Филадельфия. Специально сделала по весам, чтобы было видно 20 граммов. Это сколько. Вообще, сочетание творожного сыра и соленой красной рыбы это беспроигрышный вариант. Здесь, конечно, вы можете, опять же, с вкусами экспериментировать. Можно добавить какой-то к сыру укроп, может быть, вяленые томаты. То есть, сделать вот эту основу такой, какая вам больше нравится. Так, дальше выкладываем лосось. И здесь я внутрь добавляю рукколу. И аккуратненько делаем такой небольшой рулетик. И по такому же принципу готовим второй блин. Итак, вот такая чудесная красота у нас получилась. Стоило так сильно заморачиваться. Пробуем. Начну с блина с лососем. Но это не может быть невкусно. Блин с Филадельфией, лососем и рукколой. Это, конечно, беспроигрышное сочетание. Это очень круто. Вот здесь у меня в тарелке порция. Женская порция на завтрак. На перекус мы берем с собой вот один блин. Ну и можно горсточку черри небольшую и рукколы дополнительно. Мужская порция, соответственно, на завтрак состоит из трех блинов. Перекус такой же один блин. Так, круто. Круто. А теперь вот эта сладкая опция. Здесь, конечно, просто с какой стороны к ним подойти. Опять же, обращаю внимание, что это один завтрак для девушки. То есть мы всегда думаем, что полезное питание – это какие-то голодовки. Но на самом деле все не так. Все в процессах приготовления еды. То есть это не быстрая еда, потому что как раз там нет никаких… Как правило, уже все полезное там удалено из еды. Но это, конечно, разнообразная еда. Опять же, помним про цвета в тарелке. Чем цветов больше, тем ваши порции более сбалансированы. Ну так, сладкая опция, пробую. Мы не добавляли дополнительный сахар. Соответственно, здесь нет яркого, притерного, сладкого вкуса. Но так как здесь яблоки, ягоды, клубничный соус, корица – очень богатый вкус. Он яркий, он достаточно свежий, это очень вкусно. Поэтому выбирайте, что вам больше нравится. Приготовьте на один завтрак себе блины с лососям. Другой завтрак сделайте блины с творогом. Третий завтрак сделайте просто блины. И добавьте какую-то белковую составляющую, ну, например, творог, да, и какие-то другие варианты ягод, какие-то другие варианты фруктов. То есть импровизируйте, делайте так, как вам вкуснее. Но сохраните вот этот принцип и попробуйте именно сделать блины на закваске, на цельнозерновой муке. Это основа данного рецепта, и это действительно очень полезный вариант наших любимых блинов. Ну, а на сегодня это все. Я хочу скорее что-то из этого съесть, чем-то поделюсь с оператором. И если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк этому видео, проверьте, что вы подписаны на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Проверьте, что вы подписаны на другие мои соцсети, на мой основной YouTube-канал с тренировками, на страницу ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм-канал Яндекс.Зен. Везде будьте, получайте пользу. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok